Дом в деревне Кулинка 62-летний житель Мозыря использовал как дачу. Приезжал редко, чаще всего по поводу. Накануне трагедии в родную деревню наведался, чтобы проститься с умершей отдосельчанкой. После помина, говорят свидетели, попросил пару сигарет и отправился в дом. А около пяти утра 17 февраля строение и сарай рядом с ним запылали ярким пламенем. Да, он выпивал, курил. Ну как он, я не знаю. Он здесь никогда не бывал. Я пришел туда, когда там МЧС стояла, милиция стояла там, Леша руки вывернуты, ноги сгоревшие. Я еще пошелил его, собрался, пошел. Погибшего мужчину спасатели обнаружили возле печи. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Это, конечно, невосполнимая потеря и для семьи, и для близких. Со своей стороны исполнительной власти, корничным селесполкомам предпринимались меры по посещению данного домовладения. В 2016-2017 году данное домовладение посещалось неоднократно, однако обследовать внутри домовладения нам не представилось возможным, так как видимых признаков постоянного проживания на территории домовладения не было. Последний раз смотровая комиссия селесполкома со всеми субъектами профилактики посещала данное домовладение в деревне Окулинка. За неполных два месяца на пожарах в Мозорском районе погибли уже три человека. Во всех случаях основная версия – неосторожность при курении. Об этом и не только представители МЧС рассказали жителям деревни Окулинка. Вот с неплановой проверкой зашли все к тому же соседу Валере. Мужчина рассказывает, курить любит, но в кровать сигареты старается не брать. Об опасности курения, необходимости установки пожарных извещателей и других правилах безопасности говорили на сельском сходе жители Криничанского сельского совета. На мероприятие при участии спасателей Гручес и других специалистов пригласили всех неравнодушных к собственной жизни. Те видеоматериалы и те, скажем так, наглядная агитация, которая будет предоставлена, она возымеет свое действие. Прежде всего мы должны работать на профилактику. То есть, если мы пришли к человеку, рассказали или в ходе схода, или при личном посещении, это, возможно, возымеет свой результат. Точную причину гибели 62-летнего мозорского пенсионера следователи назовут после проведения всех необходимых экспертиз. О последствиях огненной трагедии сельчанам еще долго будет напоминать пепелищем. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозорь.